В начале выпуска деловых новостей цифра дня 900 миллионов рублей. Такую сумму в качестве поддержки обещает правительство страны начинающим фермерам. Уже в этом году деньги выделят на укрепление материально-технической базы. Еще 3,5 миллиарда рублей государство предоставит на поддержку семейных ферм по разведению животных. В студии Ксения Обороткина. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут новости из мира экономики, финансов и бизнеса. В начале 2016 года новосибирцы взяли в банках больше 2 миллиардов рублей кредитов. По сравнению с прошлым годом объем займов вырос на треть. Больше всего берут кредиты наличными 1,5 миллиарда рублей. Средний заем в этом сегменте вырос с 46 тысяч до 70. На втором месте по темпам прироста автокредиты. В январе в регионе на покупку автомобилей банки выдали почти 60 миллионов рублей. Это на треть больше, чем в январе 2015 года. По кредитным картам новосибирцы заняли денег на 300 миллионов. А вот сегмент ипотечных кредитов просел более чем на треть. В Новосибирской области было оформлено 340 договоров ипотеки на 530 миллионов рублей. По прогнозам в 2016 году снижение жилищных займов может продолжиться. Россиян обяжут копить на старость, а работодатели будут платить еще один налог. Минфин готовит законопроект о введении в 2019 году нового механизма пенсионных отчислений. Согласно проекту взносы будут оформлять в обязательном порядке для работников сверхраспределительной и накопительной систем. Работодатели тоже будут софинансировать пенсии своих сотрудников. Причем при приеме в штат организации человек будет автоматически присоединяться к договору о накоплениях. Тарифы предлагают повышать поэтапно. С 1 января 2019 будут платить по 1%, с 2022 года по 2%. Минфин полагает, что при взносе в 1% и полном включение всех наемных работников в систему накоплений сумма пенсионных средств может составить 156 миллиардов рублей. Пользоваться разработками без согласия правообладателей. Федеральная антимонопольная служба предлагает игнорировать зарубежные патенты на лекарства. Речь идет о правообладателях, которые злоупотребляют своим доминирующим положением и отказываются производить или поставлять препараты в Россию. Законодательство уже позволяет властям страны в интересах обороны и безопасности разрешать использовать объем интеллектуальной собственности без согласия патента обладателя, выплатив ему компенсацию. ФАС, в свою очередь, предлагает добавить еще один пункт – угроза личности и правам граждан на охрану здоровья и медпомощь. Сейчас правительству нужно определить порядок выдачи разрешений, а в законе описать процедуру регистрации созданного препарата. Некачественное молоко, сыр и масло. На прилавках магазинов России половина всей продукции – фальсификат. Это данные Россельхознадзора. Такие результаты были получены по итогам выборочных проверок. Фальсифицированные молочные продукции используют растительные жиры, что уменьшает себестоимость товара. Больше всего нарушений нашли в продукции с высоким содержанием жира – сыре и сметане. А вот товар с жирностью в 2-3% практически не подделывают. По мнению Россельхознадзора, исправить ситуацию могла бы передача контроля над качеством продукции на молочном рынке ветеринарным службам регионов. Электронные визы и трехдневный свободный транзит. Туроператоры просят Министерство и нарастанных дел России открыть границы с зарубежным туристом. Предлагают внедрить электронные визы и предоставить гражданам Западной Европы возможность безвизового транзита. Это позволило бы увеличить поток туристов в Россию на 25% уже в первый год и на 40% в перспективе. Но, по мнению экспертов, вероятность принятия этих мер довольно мала, поскольку в России облегчают визовый режим с другими странами лишь на взаимной основе. Ранее Минкульт уже подготовил законопроект о безвизовом трехдневном транзите для туристов из стран безопасных с точки зрения незаконной миграции. Но до рассмотрения в Госдуме он так и не дошел. И в завершении выпуска цитата дня. Глава Центробанка Эльвира Набиулина высказала предположение, каким может быть уровень инфляции в следующем году. Цитата. «Уровень инфляции в 4% годовых в 2017 году вполне реален, хотя и труднодостижим. Достичь его возможно даже при рисковом сценарии развития ситуации, но при условии, что не будет дополнительных сильных внешних шоков». Конец цитаты. На этот год регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 6,5%, если нефть будет стоить 50 долларов за баррель и 7%, если 35 долларов. Это были деловые новости. Оставайтесь на канале ОТС. Будет интересно.